книга открытым оком тема суды том 5 вопрос 1462 когда доказано судом что клевета была в печати или по телевидению то как суд может восстановить справедливость если какие-то нормы чтобы все было по совести была восстановлена справедливость отвечает игнать тихонович лапкин мне судья дала задание написать чтобы я уточнил мои требования во время суда как это было указано краевой коллегии вот как это выглядит а уж что из этого выполнят посмотрим исковые требования в гтрк алтай уточненные по требованию суда прошу обязать гтрк разрешить мне выступить по их программе именно в той же пропорции по времени сколько они порочили меня в двух фильмах пролог легенды и реальность лавриненко с н и по программе про кофе его и вы на лестничной площадке один фильм 30 минут и 2 32 минуты фильме и программе хотя и не все время говорили обо мне оскорбляя меня мои чести достоинства и деловую репутацию но и выступление основная часть касались как-то меня и даже косвенные события только усиливали всю негативную информацию обо мне поэтому прошу по времени дать мне 62 минуты вот как может быть распределено это время у меня есть фильм новосибирской киностудии о режиссера малашина юн глаз вопиющего или второе крещение руси о лагере стане а деревке и о деревне потеряевка этот фильм около 10 лет назад показывали на гтрк алтай они к нему были расположены и брали у меня и у малашина тогда интервью фильм 45 минут остальные 17 минут они могли бы заранее снять меня с отдельными кадрами наших съемок в деревне и в лагере фильм и кадры эти предоставлю суду сегодня же в небольших вставках я расскажу о решении суда помянув о причинах побудивших их снять этот фильм по искалому моему заявлению в коллегию алтайского краевого суда который находится в этом деле у судьи я проповедник 40-летним стажем и заранее никогда на бумажке не составлю проповедь а только вот как так конспективно чтобы они не опасались что я чего-то скажу в эфир не по плану все это заранее можно записать и тогда этим материалом оформить весь фильм сделав вступление и заключение к фильму указанному выше могу предоставить краткий план выступления первое рассказать о том как появились фильмы передачи обо мне и о нашем лагере о деревне потеряевка второе вспомнить основные несоответствующие действительности характеристики нашей общины деревни лагеря и моим тоталитарная сектора скол жестокие порядки в лагере нарушения прав человека и подавления личности третье рассказать о том кем мы являемся на самом деле в соответствии с зарегистрированным уставом общины деревни и лагеря объяснить мою роль во всей этой деятельности верующих нашей церкви и кратко рассказать о себе четвертое в заключении рассказать о том что мы проповедуем личное и общественное покаяние во христе возрождение россии на основе православия призвать всех слушающих верующих и неверующих честной и добросовестной жизни сказать о недопустимости никакой лыжи только в этом случае у нашего общества появится шанс выжить подпись лапкин игнатий тихонович 26 февраля 2003 года